всех приветствую мои родные любимые христолюбчики брат и сестры во христе люди на земле всем желаю радости веселья счастья мира в дома ваши в души ваши всякого блага жизни вашим что сегодня обещанный ролик о реинкарнации я как-то не раз уже заикался в последних видео о том что запишу этот ролик вот записываю не знаю насколько но две темы точно этот ролик конечно не явится там серии роликов на каких-то записей но два вопроса два или три еще темы я запишу именно не буду сейчас все это в один ролик засовывать тем более может быть кто-то свои мысли выскажет какие-то в комментариях размышления по этому поводу и может быть какие-то еще будут видео посвященные теме реинкарнации или взгляда на какие-то вопросы через призму реинкарнации поговорить я хочу об общем определение о том как реинкарнация согласуется или согласуется с библии с христианством давайте сначала чтобы говорить на одном языке и одними теми же понятиями у нас есть всем известная википедия давайте зачитаем общепринятое понятие чтобы мы понимали что у каждого было одно и то же а то люди очень часто спорят о чем-то выясняют что-то на самом деле говорят просто разных вещах называет это одним словом давайте мы возьмем за основу нашего мировоззрения википедийское понятие ну которое по сути является совокупным понятием википедийцы кстати кто разбирался некоторых вопросах она конечно тоже дает своеобразный взгляд порой зачастую субъективные на какие-то вопросы и дает определение некоторым словам я просто досталкивался понимал что и глубоко зная какой-то вопрос и сравнивая с википедийскими так скажем определениями знаниями информации которым подают это не всегда согласуется с первоисточниками но википедия популярна известна она как бы стала являться такой все-таки зачастую какой-то точка отчета что ли я не знаю так что давайте все-таки прочтем ее определение и она и ну и по сути она старается как бы если ведь та же самая инкарнация вот именно понятие присутствует во многих учениях в частных мнениях до чем она кстати сейчас сама и скажет поэтому она по сути пытается всегда что-то такое дать усредненное поэтому в этом в ней есть и правота да и удобство пользования и ну читаем реинкарнация википедия от латинского реинкарнатео повторное воплощение то есть перевоплощение также переселение душ мэтэ психоз от греческого переселения душ группа религиозных философских представлений и верований согласно которым бессмертная сущность живого существа в некоторых вариациях только людей то есть по разному реле мировоззрение религии исповедует то ли у всех есть бессмертная душа то ли только у людей это уже зависит от религии мировоззрения период перевоплощается снова и снова из одного тела в другое эту бессмертную сущность в различных традициях называют духом или душой запятая божественной искрой высшим или истинным я в каждой жизни развивается новая личность индивидуума в физическом мире но одновременно определенная часть я индивидуума остается неизменной переходя из тела в тело из тела в тело в череде перевоплощений ну то есть у нас есть я то есть личность да но это как я вам постоянно говорю что есть прописные истины бытия это любовь свобода бессмертия вот та же самая река река и реинкарнация согласована она с этим понятием да в библии мы видим бессмертие от начала до бог создал все бытие и первого человека бессмертным да и этим все закончится и сам иисус воскрес и сказал что все воскресну до человек свободе абсолютно свободе мы видим что в раю первому человеку в эдамском саду не ничто человеку не было запрещено кроме чего естественного запрета это никак не ограничивает свободу человека это лишь уберегал его от зла поэтому была нарушена свобода ли если так можно выразить только одним избиранием вкушением зла приобщением козлу присоединением козлу изменением своей природы во зло поэтому была дана одна заповедь не становиться злым не прикасаться как не вкушать зло не заквашиваться им да вот ну естественно чем злом или добром то есть бытие и бог есть благо и любовь да это заповеди прописны а все остальные вот эти знания как земля крутится по часовой или против часовой с какой скоростью как часто и сколько раз мы оборачиваемся ваксу вокруг солнца или солнце оборачивается вокруг земли это разве истины это даже правда которая если имеет место имеет место только сейчас в данном бытие вот и все бог завтра подумает она в другую сторону спокойно закрутится и все будет точно также существовать здесь тоже самое да о чем говорится о том что я получается раз комментирую ну и хорошо не будем перечитать возвращаться о том что то есть есть какая-то я эта личность я своими словами это добавлю как что я не раз говорил и вот чтобы здесь было понимание по крайней мере мое чтение этого и вот это не 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 как тут написано я индивидуум неизменное я это то что я все называю это совокупность моих выбор потому что то что я внутри это череда или совокупность всех моих выборов между добром и злом и хотите это как я говорю внешность внутреннего человека тоже я употребляю такое понятие вот это то о чем здесь тоже написано только еще иными словами тоже неизменная хотя она изменная но она меняется она неизменно в том плане что она остается со мной всегда это мое это то что как раз меняется и остается со мной она неизменно здесь имеется что нетленное вот она изменилась я по крайней мере так понимаю да то тоже может кто-то как я вот так это понимает то есть они имеют ввиду то что одно дело есть опыт какой-то изменный я получил эту информацию игру что земля вокруг солнца крутится в другой бытие попал в следующие а там уже солнце вокруг земли крутится это изменная я да у меня были одни знания а мне пришлось их выкинуть и взять другие я знаю это это часть меня эти знания да но они изменяем и а вот неизменно я это то что я хотя она тоже изменяем но на сегодняшний день вот она всегда со мной то есть то какой я есть и в принципе в теории вектор должен быть конечно один развитие и в лучшую сторону но наверное у всех он разного кого-то такое там плитуды туда-сюда у кого-то вообще вот так идет тут я поэтому я так я неизменным я называют это вот я то что я есть на сегодня это что я из того опыта приобрел я это могу откинуть понятно но это я откину тоже в вечность вот как мы то что есть покаяние в религиях так называемых да но есть и не в религиях в это измит покаяние человек просто бросает пить курить материться это может сделать и атеист людей убивать да вот он может покаяться и без всякой религии человек покаяние изменение своей жизни я как бы изменился на самом деле я изменился навсегда да поэтому это неизменная вот я лично никогда больше не буду делать того что я делал и в том в чем покаялся если то что я считаю это злом и с радостью этот себя отбросил это действительно мое неизменная я изменился конечно в этой жизни сегодняшним днем по сравнится вчерашним но это осталось теперь навсегда действительно вот это я менять больше не хочу вот об этом речь идет здесь я так понимаю что пишут именно об этом ряд традиций утверждает что череда переуплощение имеет некоторую цель и душа в ней претерпевает эволюцию то есть идет развитие души представление о переселении душ присущи не только ряду религиозной системы но встречается и в отрыве от какой-либо религиозной системы например внимание в личном мировоззрении как я только что сказал про покаяние это не обязательно что это прям в религии человек кается мы нас в детстве еще родители учили причем у меня допустим родители не религиозные а совсем и что учили как всех обидел кого-то скажи прости я больше так не буду заставляли каяться чем по-настоящему как всегда добавляет фразу прости я больше так не буду не просто она прости бац опять по голове да здесь тоже самое мы любим все время знаете вот у нас понапугали религиозники всем этим толерантностью экуменизмом вот этим бульоном религиозным типа это плохо да вы каждая религия там пана пана такого понагородила что-то туда надо отовсюду и плевел и пшеницы выгребать и каждый это вот именно личная его это совокупность его никто за тебя отвечать не будет ты сам за себя будешь давать ответ так что и вправе выбирать и полагаться на людей все религии все мировоззрения все равно слеплены из человеческих мышлений и там есть и больные мышления людей нездоровых надо выбирать плевел это пшеницы всегда и везде просто привыкли к этому каком-то неправильному мировоззрению там да взял за меня грехи и этот всякой чушь и что-то батюшка грехи может святой взять за кого-то ничего никто не может тебя внутри есть человек он что как он его облик изменит ты что сел то и пожнешь это тело избавится у тебя душа будет иметь образ светлый или темный вонючий пахучий кто это изменит это твое я то что ты выбирал все веру я спасен ну какой-то веру и спасен ты жизнь свою измени и измененная жизнь твоя покажет твой внутренний я видимое всем оно и сейчас видно через поступки всегда внутренность человека через его слова и дела и размышления ну размышления в чем-то выражаются пока вот именно не выражены они внутри через слова и дела и так можно узнать чё в человеке чем он там напичкан помойная яма это или благоуханные как у духов то называют флакончик вот прекрасный вера в переселение душ представляет собой древний феномен согласно этнографу токарева наиболее ранняя форма представления связана с таттеизмом статемизмом у некоторых народов эскимосов североамериканских индейцев евреев считается что ребенка в ребенка входит душа деда или иного представителя той же родовой группы доктрина реинкарнации является центральным положением в индуизме буддизме джай низме и сикхизме идея переселения душ принималась такими древние греческими философами как пифагор сократ и платон вера в реинкарнацию присуща некоторым современным языческим традициям движением new age а также принимается последователями спиритизма некоторыми африканскими традициями и приверженцами таких эзотерических философий как каббала гностицизм и за тари и эзотерическое христианство да и протестантизм уже весь есть эзотерическое христианство и давайте еще все-таки прочтем здесь есть чуть пониже общая характеристика тоже как пишет википедия не безинтересно вера в реинкарнацию включает две основные составляющие ну вот как раз мы об этом я говорю поговорим а потом я хочу все-таки записать еще два ролика на два вопроса для меня важных и когда-то волнующих и которые через призму реинкарнации в принципе для меня открываются представление о том что у человека в 2 сна с основной составляющей реинкарнации это при предправление о том что у человека имеется некая сущность ну принц сейчас повторение будет идти дух душа и и прочее ну как мы перечитывали индивидуальная кто как просто это называет да в которой заключается личность данного человека ну а личность это мой выбор личности свободы это одно и то же это два понятия в принципе вот в этом контексте что такое личность я я это свободам моих и свобода опять и выбор это по сути тоже очень близкие понятия ну или свободы свободные мои выборы между добром и злом каждую секунду моей жизни это есть я знание в этой жизни вообще ничего не имеет никакого значения я уже говорил знание в принципе не существует то что я сегодня знаю завтра может просто не существовать потому что мир это иллюзии это фантазии это мысли бога а мы в своей голове придумать можем все что хочешь в мыслях фантазиях во снах можно на голове ходить можно с сердцем в руке или с головой под мышку во сне можно все и вот бог для него нет ничего невозможно мир это это не вот эти законы тяготения которые так тяжело нарушить надо в космос ракету запускать тужится богу это не надо весь мир это его мысли логосы которые проходя определенную грань между видимым и невидимым становятся видимым у меня есть ролики на тему посмотрите как атом неделимый до внутри энергии раскладывают то есть есть грань между видимым и невидимым миром переходя его невидимая энергия так скажем становится видимой называется материи хотя этой материи как такого в принципе не существует это движение невидимой энергии на огромных скоростях да так вот эта личность до данного человека его сознания не ум да не ранее не не копилка знаний не винчестер а именно сознание некая часть того что человек отождествлять с понятием я сам причем эта сущность может быть связана с телом но связь это неразрывный не является и душа может продолжать существовать после того как физическое тело погибло вопрос о том имеется ли душа только людей либо других возможно всех видов животных существ в разных мировоззрениях решается по-разному это первое да сразу давайте на и поговорим ну в принципе я вам уже сказала личности да то есть личности как она потом мать сразу дочитаем же представление о том что это и второе составляет о том что эта сущность после смерти тела сразу через какое-то время или в будущем мире воплощается в другом теле теле новорожденного человека или иного живого существа или восстановленном теле таким образом жизнь личности продолжается за пределами жизни физического тела вечно либо в пределах цепочки перерождений завершаемый определенным образом ну вот в принципе мы с вами все прочитали даже вот в эти две составляющие не буду прям вчитываться вникать я вам скажу вот своими словами тоже да дальше продолжим всего я вдруг решила реинкарнации сказать ну кто знает я когда христианство стал изучать тогда господь меня призвал евангелие стал библию читать я стал все читать и коран и сутры и все что можно только и буддизм вот я и так конечно что-то по жизни своей изучал свое время конечно мне все эти понятия знакомы все я это знаю конечно из тогда из всего я выбрал христианство чище светлее евангелие в своей жизни я ничего не встречал не не жизни не учения ни одного из людей на планете да только бог воплотившись пришедший во плоти явил мне примером как надо жить и и все это словами прокомментировал да я действительно всем всегда рекомендую сам рассказываю про свою жизнь как покаялся как изменился я говорю я не знаю что можно на земле найти чище и светлее это это в том виде в каком нам подали судя по тому что есть в человеке как господь сказал знаю все что вы есть человек его жизнь была еще прекраснее и по поводу реинкарнации кто мои ролики слушал у меня ничего сильного в мирозрении поменялось потому что кто смотрел у меня есть вот над этом желание помоги на лаве один на христолюбе но они есть в общем плейлисте его кстати можно найти сейчас как-то называется там вопросы бытия что-то такое ну давайте сейчас я попробую быстренько найти вот есть называется он плейлист последнее время антихристы шестерки апокалипсис по моему он сейчас мы его с вами откроем ну да здесь вот эти ролики время и вечность и жизнь время 2 и 3 ролик время вечность посмертное покаяние жизнь и смерть жизнь временная и вечная суд христов посмертное покаяние вот эти ролики можете посмотреть там я беру и вот эти все мысли так скажем ученые мне кажется кому-то может быть не безинтересно это вот и там я в принципе об этом говорил я верю во всеобщее покаяние я это говорил от начала да я верю в бессмертие души человеческой более того ты именно даже в теле и тут нет ничего удивительного на первых иисус воскрес это очень важно да во вторых я вижу все мировоззрение она вот так круговертим идет именно в материальном мире ну и посмотрите там есть вот это про там про видимый невидимый мир я много рассказываю о всех этих вещах ну я говорил что я не знаю вот как жизнь там идет да вот смерть и что все на этом все заканчивается или как нет жизнь бессмертно да но куда душа попадает вот эти все знаете недалекие религиозные от эти догмы христианские те же самые назовем их так и куб все я бы псевдо христианские чтобы отделить от истины назвал бы все это православие католицизм протестантизм все там узколоба знаете вот для для баранов которые должны просто ходить в 100 устойло стоять и ходить в загоне все их надо стричь доить больше там там самое основное то власти деньги все рад чего весь этот бизнес затеянут там больше нет ничего всем вам это и так понятно а так то по сути дальше что что там происходит дальше человек же должен в себя прийти в разум должны я всегда говорю что я не знаю как там дальше я знаю что бог придет каждую душу к себе однозначно вернет рано или поздно а значит там нет никакого вечного ада вечных мук да там может быть какое-то разделение мы на этой земле живем богатые бедные красивые и уроды и ничего заметьте с такими вот какими господь нас и кстати о судьбе хотел еще тоже записать вы понимаете я когда изучал всю эту философию много чего вам рассказывают почитал знаю это же все зависит от того ведь не само слово плохо реинкарнация судьба а что ты в него вкладываешь и у всех очень разные определения и вот предлагаю напомнить мне если вдруг забуду ролик о судьбе еще записать у меня тоже есть свое понятие через призму истины можно это слово употреблять но просто в каком контексте и вот то что мы с вами про инкарнацию записали я вот просто свой комментарий следал это мое понимание лично кстати мою она может кем схожи и она я на него на истинно авторство не претендую но в википедии написано чуть не так все равно и то ли они имеют ввиду да там вот написано изменно не я я вам подсказал каком плане на изменно она изменно но хочется верить на меняется в лучшую сторону и в этом закоснивает и так дальше дальше а в худшую как раз она все равно кого не поменяется опять и лучше поэтому неизменного нельзя назвать но при этом это действительно то я который есть я это есть личность а все остальное изменно я это знание как раз а это вот мудрость хотите святость выбор добра между выбор души между добром и злом и это неизменно я который переходит и из одного в другое она изменилась в этой жизни в лучшую ли в худшую сторону она неизменно со мной переходит в следующую жизнь да а знания их можно вот так выкинуть на помойку в следующем бытии они там могут вообще не приходится ты тут учился на ногах ходить на велосипеде ездить на мотоцикле и машине самолете летать а там надо будет кверх ногами ходить на ушах и зачем-то и знаете заново придется учить учиться ходить на ушах а вот добро твою ли зло останется тобой ты на тех самых ушах будешь творить либо добро либо зло и там по-своему написано я дал свое определение да если там википедии согласны со мной то я согласен с википедии с нет у меня свое понятие о судьбе тоже самое и вот я об этом говорилось что давным-давно я не скрываю я верю во всеобщее покаяние я не верю вечные муки об этом не полно полно роликов я этим постоянно трогал бог есть любовь мир бесконечен у каждого человека миллионы триллионов если в пространстве на земле временном измерение смотреть куча времени исправится как там господь будет делить будет все-таки праведников на каком-то уровне от грешников чуть-чуть отделять знаете тяжело кто-то сидит в тюрьме ведь кто-то исправляется и хочет уже выйти этих людей действительно по амнистии отпускают а кто-то так и сидит там еще тысячу лет просидеть и будет злодеем им то они еще и там в тюрьме умудряются зло творить она для них не неисправительной колонии как и кстати да правильно называть должны тюрьму а у них там еще еще она процветает и умножается и крепчая до банды шайки там все это создают людей обижают и поэтому я конечно в это верю а как это будет единственно что если вы знаете вот да вот именно как вы это читали у всех эти вопросы немножко разнятся и одно из известных понятий что именно на этой земле душа вот тоже много раз перевоплощается на на этой не как я раньше говорил что вот все вот в этом теле пожила на этой земле в этом бытие как вы не назови зафиксирую вот это вот земная жизнь и дальше куда-то мы идем в другие миры в этот мир мы уже не возвращаемся я тогда тоже не утверждал я просто говорил что дальше это точно так это я уверен что человек и развивается как-то вот и что там тоже не один какой-то мир все надоедает все наскучивает жизнь она изменна и бытие но все всегда будет меняться и там все будет меняться и сколько там этих миров и я думаю что и сколько их да не сколько и сколько угодно бесконечность один будет меняться другим другим и другим и так вечно все будет а вот приходит ли душа в это временное пространственное измерение в котором мы сейчас живем заново я не знаю может приходит ли она в человеческий образ одну жизнь проживает богатым одну бедным свой опыт одну красивым одну уродом в жизни ты смеялся над уродами кичился никого не замечал тщеславился был поживи уродом инвалидом на паперте у храма и вкусишь был богатым никого не замечал никому не помогал не благотворил все покупал я все куплю все продается и тебя помните как в братья поживи бедным вот был многодетным поживи монахом был ученым поживи бездаре безумным да вот или был гением проходит ли это эти души здесь опыт и я не знаю и сколько тогда игру ничего нового сейчас я просто сказать у меня никто никогда не высказывал конечно что-то новое появилось нет я об этом и раньше размышлял и до естеств покаяния я же разные вещи интересовался философию там платон сократ поверьте мне хоть в википедии собрала их всех под одну гребенку там платона сократа и архимеда аристотеля они все были философами кого только не возник ученых и мыслителями они все по-разному тоже совсем по-разному мыслили так их можно в общую гребеночку так поставить но они друг другом бы за один стул бы на за один стол бы не сели со своими понятиями и я не знаю я надо тем размышлял не могу вам сказать здесь есть время это очень такое странное понятие бытие которое ни одному ученым я сколько этим интересовался как перечитал пересмотрел попробуйте узнать что такое время вы никогда не поймете у нее даже определение до сих пор нет в науке конечно сейчас можем тоже викибедии забить но это будет ерунда потому что это мировоззрение дать просто мысли человека а вот научного определения времени существует до сих пор ему не могут дать определение не мог и поэтому я не могу сказать и и реально не могу сказать я могу пофантазировать с вами и так и так имеет это место быть да вполне имеет там ли там душа развивается или здесь каждая а я знаете вот смотрю на людей до анализирую же все это вот действительно почему одни люди такие неужели за эту жизнь они все успевают вкусе или им достаточно вот именно как я говорил сам же вроде игру что я считаю что пока сам не вкусишь это не является даже вот именно твоим знанием или твоим неизменным личным я потому что это опытом не пережил а другой стороны человеку многому ты на это не надо вкушать он как будто знает это вот это мне уже не надо я знаю что это такое я знаю что от наркомании вот я мы пили курили по юности все это да но наркомания я смотрел я о не не это что меня там хоть ты об соблазняйся хочешь я видел какими они зябликами ходят к чему это приводит со стороны хотя у меня не было это где-то там в семье а просто 90 были в каждом дворе их по 5 притонов было да я смотрел я граники дай бог нас 13 лет тоже там пытались и старшие соблазнять и все на эти дела и не не что это без нас зачем это то есть многие вещи и другие сейчас я не буду все затрагивать своими которые у меня есть которые не вкушал но я знаю что мне это и близко не надо я даже пробовать не собираюсь какие-то вещи что-то духовные касается что материальные там возьмите тот самый обман кого-то хлебом не кормим врет как как по милой язык вот врет дашка не надо болезнь есть ты их называет это человек уже все для меня обмануть и целый проблем еще выдавить надо из себя да какие-то плотские вот эти вещи деньги богатство кому-то надо там попробовать да вот поэтому тяжело сказать да вот та же самая семья я хочу разделить не хочу в одном ролике уже полчаса достаточно будет реинкарнации общих мыслей а два вопроса я хочу отделить потом то что они важны и может быть будет есть смысл их немножко делить что все не в одной каши было и единственно с чем это тоже то ли в отдельный выделить то ли вот здесь уже договорить я говорю как все это согласуется я размышлял я вам просто даже вопрос поставлю я сам не знаю на него ответа мы все вы все его себе ставили это я уверен особенно кто читал библию там ну почему господь пришел в определенное время но все ветхозаветное человечество начинает евреев заканчивая всеми вот этими североамериканскими индейцами не знал ничего об исусе и дело не в том что поверь в исус и спасешься вы знаете как я к этой к этой теории никудышной отношусь а действительно что человек мог бы изменить уже меня евангелие сразила на повал да и многие уизвляются этой стрелой любви до божественной и меняют свою жизнь до верят уверовают в любовь да мы познали любовь божья в том что он положил за нас душу свою да и познав увидев увидев эту любовь мы уверовали и от богословывать во что в него в нее что бог есть любовь что нам ничего не вменится если мы сегодня изменимся как бы мы не жили до этого и изменим свою жизнь и соответственно сами начинаем любить до менять свою жизнь все в русле любви к человеку бытию к животным кстати сразу на животных отвлекусь то есть из принять что и животных все это есть и что возможно люди в животных выпал перевоплощаются а такое может быть живет как скотина может и вроде котинки будет убивает всю скотину ради меха ножи его развлечения побудка в шкуре медведя почему иногда такие животные вот прям преданные людям и смотрят как люди я не знаю я говорю я не буду сейчас ничего говорить это никак не разрушает христианское листина и мировоззрение моё но я не знаю кто его знает как что бывает да а как в плане вот это переуплощение и вообще я хотел тогда как-то озвучить этот вопрос менял конечно вот вот то что я сейчас говорю почему господь приходит в определенное время и второе пришествие в которой я верю да она же будет во времени хорошо будет царство божие будет новая земля и новое небо вы помните пока не да я и тогда еще создался вопрос как читал ну хорошо вот будет царство божие все будет в любви но ведь будут же рождаться новые люди новые ангелы это однозначно чудо родит и не прекратится и как а как эти люди в царстве божьем они что-то от принесут они же опять начнут возьми новую душу она же все весь тот же опыт будет проходить где на и будет проходить непонятно и вы знаете хоть нам и описаны эти события нам многое все равно сокрыто от этих вещей они не открыты или по крайней мере они не открыты явно и сам господь пришел на землю ничего но об них не сказал вот можете ответить пожалуйста я не знаю я единственный вот эти все мысли они никак не отводят от истины я что от этого перестану в любви возрастать нет это благо для меня для самого как я от него тряхусь тем более я понимаю что чем дальше тем будет лучше вот именно что от этого бессмертия наоборот при инкарнации только утверждаешься согласно любой религии бессмертия души и хорошо свобода выбора но опять же то есть что поменяется вообще отрекаются там от этого не связано с религией тогда да они все переживают конечно почему там все религиозники ортодоксы и протестанты больше ты куда-то уклонишься ты что-то бросишь культ просто тогда да вот культу это вредно все любое накомыслие вне культа вредно потому что в культе есть вещи страх рабство обряды деньги послушание твое то есть твое рабство и материальное и духовное там все это нужно и любой уход оттуда от какого-то мировоззрения это все а здесь нет когда ты свободен тебе это никак не не нанесет ущерба любой вот это мировоззрение любые эти знания знания они тебе уже ничего потому что истинному я твоему у него другое предназначение вырасти в любви отсюда в благе ты будешь сам счастлив поэтому вот этот вопрос у меня остается я не знаю мне кажется земля это будет вечный полигон и даже то что нам сообщено в книге откровений вроде бы реально все будет а с другой стороны непонятно то ли это описано аллегорически жизнь каждого человека для каждого будет второе пришествие христа как и первое пришествие креста заметьте оно было явно было но всем нам кто не современники иисуса разве явно разве мы во плоти знаем христа как павел говорил нет мы его узнаем либо через откровения личные либо через писание через проповедников и все кто он сказал что его и второе пришествие будет явно здесь на земле для каждого это событие может быть даже явно точно так же как и было первое его пришествие оно было во плоти но кто вам сказал что это бытие не останется как полигон где зарождение вот так вот идут души дальше идут 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 где-то надо все это проходить и действительно не факт что здесь душа за один круг все это проходит думать что ой после второго пришествия шо опять будут все здесь продолжаться жизнь на земле или там на какой-то новой земле на новое небе ну как-то опять где-то будет разделение я не знаю понимаете и это смысл хорошо бы это знать но если сегодня нет ответа это не страшно ведь первое пришествие пришло это такое событие бог сошел на землю ничего мы с вами спокойно живем и кстати природа бытия не изменилась это величайшее событие в бытие думаю что второе это прям что-то тоже такое и после него прям что-то все и не ничего старого не останется все может остаться по-прежнему вот ну тут я говорю опять же мы можем от 1 эти ответы с вами на эти вопросы а можем не найти и найдем ли мы их не найдем и наличие ответы отсутствие для моего неизменно вот этого я как мы с вами википедии прочитали для моей личности если честно она ничего вообще не даст ровным счетом не прибавит не убавит эти знания но в следующих своих роликах я предположу именно основы на этом я заканчиваю я не знаю что вам еще особо сказать по поводу реинкарнации так поговорили я еще запишу ролик о судьбе тогда и и два ролика я хочу записать один семейный не семейной жизни вот через призм все-таки мысли и о 2 об этом о чем еще она тоже близко о мужчине и женщине да и я и все-таки рассмотрю через призму того мы возьмем за основу что все-таки именно на этой земле в этом бытие какое мы видим человек неоднократно перерождается в разную плоть действительно может быть и с разными данными тела вот и через именно предположив что это так мы с вами взглянем на вот эти два основных вопроса на семейную несемейную жизнь и на я роль не назову война полов на мужской женский пол на их разделение на их вообще существование почему так вот такие две темы мне хочется затронуть ну а там может еще но один вопрос он здесь остался игра в отдельный ролик и выделять я не стал как это идет этапы жизни все-таки остается не здесь там и как вообще время игра но вот непосредственно связано еще с бога если бы знаете если бы не было если убрать иван новый завет то я бы конечно был утвержден что это прям первое бытие в нем мы крутим скрутимся один раз или два раза достигаем какого-то лимита есть такое понятие в жизни и в науке как полнота знаний нет ну кто чем-то занимался знаете вот как это ну живые примеры на велосипеде ты не можешь не можешь не можешь ехать бац и ты поехал и все и ты едешь это раз сто падал и так в любом я помню когда учился акробатике флях назад делать я за лето раз тысячу на голову устал я прыгал руки были слабенькие а подламывали все время на голову на голову там кучку песка наскребешь чтобы помягче было чтоб шею не сломать и так прыгал там бац и я прыгнул и сделал почти почти хорошо бац еще бац еще еще раз я за день его стал сделать идеально то есть ты раз тыщу сначала вообще тебя не получается потом ты достигаешь ты просто как будто напихиваешь эту банку потом бац и ты вы это уже можешь и более того потом разучиться ты это как бы не можешь уже да это называется как-то забыл слово то это не полнота немножко как-то кто знает это вот так во всем в работе ты еще учишь что-то делать и бац и ты все это уже так скажем профи ты потом совершенствуешься да ты можешь возрастать еще свой навык нарабатывать но есть какая-то грань и вот до этой грань достигая душа переходит в дальше в какое-то бытие но благодаря тому что в этом временном нам описаны вот два для меня как для христианина два события первое второе пришествие бога на землю вот тут у меня немножко не идет стыковка хотя пожалуйста его временном прошло первое и все отлично тут больше меня не вяжется со вторым пришествием иисуса на землю вот туда тут немножко непонятно как это и о том что в книге крайне написано что будет новая земля и новое небо а это земля и все дела на ней сгорят но это же понятие относительно вы знаете чума сносила по третье население стран да вот что это будет на эту тему можно просуждать я сильно себе голову не ломал даю вам поприще для размышлений мысли пишите в комментариях что думаете какие у вас мысли по этому поводу я вот это как бы не совсем а так в принципе конечно теория реинкарнации она очень и вот именно в вечности и земле как полигон начала где именно вот таким образом дети у нас зарождаются новые души сюда вот все очень складненько да ну все на этом не все лепите ваши жирные божественные лайки ибо все мы боги и дети все личные и все мы как я сказал пишите свои мысли я с удовольствием почитаю что вы об этом думаете у меня на этом все до встречи в следующих роликах пока пока можете в комментариях написать какие еще темы или вопросы вас интересуют в принципе я может быть тоже запишу какие-то видео все до встречи в следующем видео пока 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 пока